Всем добрый день! Здравствуйте! В эфире КФУ Лайф. Я его ведущий Роман Полинсков. Мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященной приемной кампании в Казанский Федеральный Университет 2023 года. И сегодня у нас на очереди Институт международных отношений. И приятно наблюдать то, что не только представители директората, либо преподавательского состава у нас в студии, но также и студенты, те, которые занимаются студенческим активом, к нам сегодня приходят. С вашего позволения, уважаемые зрители, представлю, кто у нас сегодня в студии. Анна Баранова, профорг Института международных отношений. Анна, приветствую! Добрый день! Любовь Кричком, руководитель Ассоциации иностранных студентов. Любовь, доброго дня! А также Вадим Ященков, руководитель проектного направления Института международных отношений. Здравствуйте! Вадим, тебе тоже большой привет! Что ж, как я говорю, рад вас видеть. Рад, что у вашего института есть такая традиция, что не только преподавательский состав, не только директорат, но и сами студенты рассказывают о том, как классно, наверное, учиться в УМО, и в ближайшие 40 минут мы об этом сейчас и поговорим. Давайте, вступительное слово. Немного об Институте международных отношений и о тех специальностях, назовем это так, которые вы представляете. Пожалуйста, кто начнет? Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Аня Баранова. Я являюсь председателем студенческого совета и профбюро Института международных отношений. Сама я обучаюсь на втором курсе бакалавриата направления международных отношений. И, в принципе, наш институт очень обширный, очень широкий и может развить самые разные качества, которые вообще можно развить в личности. Это как и научная деятельность, так и общественная, спортивная, культурная, творческая и многое другое. Наверное, начну, в принципе, о нашей студенческой активной жизни, так как мы ее главные представители. В нашем институте есть 16 направлений деятельности. Они максимально разные, начиная от самых традиционных, это творчество и спорт, и заканчивая самыми новыми, которые у нас вообще, в принципе, только зарождаются в КФУ. Это проектное направление, антикоррупционное, патриотическое и многое другое. Конечно, самыми основными являются творчество, спорт, ассоциации иностранных студентов. О них немножко попозже также расскажет Люба. Если вы творческий человек, который всю жизнь любил выступать на сцене и хотите также продолжать это в студенчестве, наш институт широко раскрывает наши двери для вас, потому что у нас есть совершенно разные виды танцев, пения, и даже у нас есть свой театральный коллектив. Совсем скоро у нас, кстати, будут результаты студенческой весны, посмотрим, что мы там заняли. Вы можете покрасоваться на самой большой сцене Уникса и занимать крутые места. Я перебью тебя, я думаю, можно даже сделать анонс, что это завтра уже будет. В прямом эфире, друзья, вы можете это смотреть. Пока вернемся к вашим институтам. Кроме того, мы активисты, но при этом мы никогда не забываем об учебной и научной деятельности. Например, я, несмотря на то, что взаимодействую с каждым направлением, закрываю золотые сессии и прекрасно успеваю ходить на пары, поэтому если вы боитесь, что вы будете активистом и при этом ничего не будете успевать, на самом деле это не так. Наш институт дает крутые возможности проявить себя, не навредив при этом учебе. Вот, наверное, такая краткостная информация, но и кроме того, по учебной деятельности у нас есть три высших школы. Это высшая школа востоковедения и международных отношений, где обучаюсь я и Вадим. Люба тоже, у нас такая сегодня компания международников. Также это высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия. Как раз-таки, если вы очень любите историю, вам обязательно туда, то, конечно же, на каждом направлении мы это рассматриваем, и высшая школа иностранных языков и перевода. Там у нас обучаются самые крутые лингвисты и переводчики. Вот такая краткая информация, наверное. На этом мое приветственное слово заканчивается. Спасибо, Анна. Коллеги, есть что добавить? Да, Люба, наверное, как раз-таки про ассоциацию иностранных студентов. Хорошо, расскажи. Еще раз добрый день, такой прекрасный день. У меня за крючком любовь, я являюсь главой ассоциации иностранных студентов. Я на третьем курсе, я одна из самых старших здесь людей, присутствующих иностранных студентов. И Анна сказала, что они с Вадимом обучаются на международников. И я тоже, но, к сожалению, нет. Я обучаюсь, либо к счастью, либо к сожалению, я обучаюсь на востоковедов-ректонистов. Причем востоковедение – это одно из самых больших направлений. Очень любимое, очень приятное, очень прекрасное. Но профиль у меня экономика и международные экономические отношения. Так что, если вам нравится связывать свою жизнь с математикой, то профиль подойдет. Как я уже сказала, я являюсь главой ассоциации иностранных студентов. И ассоциация иностранных студентов – это одно из самых колоритных, самых больших направлений у нас в МО. У нас в институте обучается более тысячи иностранных студентов. И со всеми этими ребятами я взаимодействую. Мои ребята и ассоциации взаимодействуют. У нас есть несколько направлений в ассоциации. Это культ масс, медиа, также тьютерство. Тьютер – это ребят, которые курируют иностранцев. И АИС уже как 5 лет представляет такую программу, как Native Speakers Club. Это языковой кружок, языковая школа, даже можно сказать, где ребята иностранцы, носители языка, обучают русских студентов. А также русские студенты обучают иностранцев русскому языку. Вот. Вот такая вот кратенькая информация про наше направление. Вадим. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Ященков. Я студент первого курса на направлении экономика стран азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Будучи на первом курсе, у меня получилось стать руководителем проектного направления. И, наверное, это помощь моего института, поскольку он мне помог себя развить, прокачать в себе какие-то лидерские навыки. Мой наставник, как раз Аня Баранова, научила меня заниматься грантами, как их правильно прописывать. И это именно то, что поможет мне в будущем идти вперед. И все. Ну, еще хотелось бы добавить. И брать новые высоты. Да, да, да. Кстати, про высоты. Наш институт студенческого самоправления является лучшим органом студенческого самоправления Республики Татарстан. 2022 мы стали победителями. Всероссийская премия «Студент года». Наша студенческая медиа-студия «Ай» является самым лучшим в России. И это, наверное, такие самые яркие события за прошедший год. Но на самом деле наших заслуг еще больше, и каждый день мы досягаем новых высот. Замечательно. Перейдем к вопросам. И параллельно будем их разбавлять дополнительными вопросами, которые возникнут у меня и у абитуриентов, которые смотрят наш эфир. Напоминаю, вы можете писать свои вопросы в плеер к нашей трансляции. Правком, что есть такое? Что это за слово? С чем его едят и для чего он вообще нужен? Очень интересный вопрос, потому что очень многие первокурсники и абитуриенты об этом не знают. Конечно, в начале года мы приводим большую приемную кампанию в профбюро. Но как раз-таки наш институт – это профбюро, институт международных отношений. Самое главное – это защита прав студентов. И, конечно, это работа с материальной помощью, то есть студент всегда может обратиться к нам. Есть перечень заявлений, которые может подать, например, иногородний студент, студент, у которого, например, трата за каникулярное время на поездке, или студент, у которого родители первой и второй группы инвалидности, то есть различные социальные категории, по которым можно получить материальную поддержку. Но, кроме того, мы проводим каждую неделю собрания с нашими профоргами. У нас, получается, я как главный профорг института, и также у меня есть три заместителя, которые работают по высшим школам. Но, конечно, самое основное – это защита прав студентов. Всегда к нам обращаются, поступают очень много заявлений. Это проблемы с общежитиями, проблемы, возможно, какие-то с учебным процессом. Кто-то хочет взять индивидуальный план и так далее. То есть здесь мы стоим всегда на стороне студентов и стараемся защищать все их права. Хорошо. Перейдем тогда к следующему направлению. Больше бы у них погружаться для начала. Ассоциация иностранных студентов. Люба, расскажи. Что имеется в виду под этим названием? Ассоциация иностранных студентов, как я тепло это называю, – это большая семья. Интернациональная семья, которые всегда тебе помогут, тебе подскажут. Тебя не оставят одного. То есть это полное взаимодействие. Вот АИС, если коротко, это мостик между студентами и Центром профориентационной деятельности и международного сотрудничества. Между еще одними студентами АИС, между иностранными студентами и преподавателем. Это вот такой мост, где вот своих ребят, ребят из команды, из Ассоциации, я называю маленькими пчелками, потому что они каждый день вот ежедневно трудятся на благо иностранцев, чтобы все у них было вовремя сдано, чтобы не было никаких проблем. И вот у них там, они вот чувствуют себя как-то странно, наши ребята с ними встретятся, мы посидим все вместе, попьем чай, ежедневно списываемся с иностранцами. У меня постоянно приходят сообщения от них, постоянно «Люба, как у вас дела? Как у вас дела?» То есть это вот пчелки-труженицы и мостик, вот так это, если можно сделать. Есть не секрет, сколько стран представляют студенты и иностранцы? Ой, очень-очень много. 65? Больше всего откуда приезжают? Из Китая. Из Китая и из ближнего зарубежья. А, ну из Колумбии тоже. Очень много студентов приехало. Хорошо. Вопрос следующий. Насколько быстро получается иностранцу адаптироваться? Ну, смотрите. Свою деятельность мы начинаем еще в приемной комиссии. Наши студенты работают в приемной комиссии, конечно же. И уже с этого момента, с момента подачи заявления, с момента поступления, наши ребята потихонечку начинают дружить с иностранцами. То есть как бы, вот как раз-таки есть ребята-тьютеры, маленькие кураторы, которые связываются с ними и уже от этого отталкиваются. То есть тьютер – это первый друг иностранца в России. Поэтому адаптация иностранца в России, вот именно в ИМО, проходит где-то месяц, например, с приезда. То есть здесь у нас такое тесное взаимодействие. У нас еще есть студенты-кураторы, которые как раз со второго по четвертый курс, в основном, ребята, они помогают как иногородним студентам, так и иностранцам. То есть, в принципе, каждому адаптироваться в студенческую жизнь, потому что это довольно непросто, даже если ты приехал из другого города. Но иностранцам тем более. Здесь как раз-таки у меня, например, в группе 15 человек иностранцев из 30, поэтому здесь не взаимодействовать с ними невозможно. И в основном каждый студент помогает иностранцу. Поэтому, в принципе, такая дружественная атмосфера семьи ИМО, что иностранцы быстро адаптируются. А какой профит получают студенты-волонтеры от работы как раз-таки в правкоме, в ассоциации иностранных студентов? Здесь профит, наверное, личностный. То, что если с иностранцами мы берем тему, то это прокачка, например, английского языка или языка, изучаемого региона. У меня, например, был одногруппник из Конго. Я прокатиковала с ним французский, потому что я его изучаю. Здесь в основном наши студенты, они активисты для себя. Потому что в такой семье очень приятно ощущать то студенчество, будет что вспомнить. Но и, конечно, различные плюшки мы от этого тоже можем. То есть нет таких людей, которые идут специально в актив, что, мол, мне там и предметы закроют, мне место в общаге дадут, да я вообще король по жизни. Таких нет. Ну, это радует. За это только можно сказать, молодцы, хорошая работа у вас идет. Проектное направление. Какие проекты у нас в Институте международных отношений? И вдобавок, Вадим, ты у нас первый курс. Может, какие-то свои личные проекты ты сумел уже внедрить в этот институт, да и вообще в целом в КФУ? Так, ну, из последних проектов, которыми мы занимаемся, это Казанская модель ООН для школьников. Это будет первая модель, по крайней мере, в Татарстане точно, которая будет реализовываться, дай бог, мы в это очень верим. Фестиваль времен. Это научный фестиваль, который поможет студентам понять что-то новое, открыть для себя, опять же, просто познакомиться с людьми, у которых схожие интересы. Проекты школьников? Native Speakers Club. Это как раз-таки проект от АИС, который помогает студентам изучать язык, новый для себя, рядом со своими сверстниками из других стран, которые уже знают эти языки. Проектная школа – это место, где студенты могут научиться сами писать грант. Мы приглашаем специалистов, которые уже выигрывали эти гранты, которые имеют опыт в этой сфере. И это как раз было мое первое мероприятие, которое я организовал в рамках этого института. Давайте следующий вопрос. Представим, первокурсник попадает в ИМО, и как ему вообще попасть в эту студенческую жизнь, к кому надо обращаться, что надо уметь делать, каким надо вообще быть по жизни, чтобы вы на него обратили внимание, чтобы был контакт? На самом деле это очень все просто. В начале сентября, ну, прям в первую неделю, мы проводим представление студенческого совета, где рассказываем о каждом направлении, и как раз в течение месяца у нас проходят отборы. Но все боятся слова «отбор». На самом деле это все не так. Мы берем людей, вот, если ты крутой танцор, ты к нам пойдешь. И если ты только начинаешь, ты тоже можешь попасть в танцевальный коллектив. Ну, есть на примере творчество брать. На самом деле не нужно вот обладать, сразу ты можешь писать все гранты, ты сразу можешь разговаривать со всеми иностранцами. Просто, если у тебя есть желание, мы всегда очень рады новых студентов, особенно первокурсников, и, как можно заметить, очень быстрая, может быть, карьерная лестница. Какими-то качествами обладать не нужно, нужно быть просто замотивированным человеком, который горит своим делом. Давайте немножко к учебному процессу мы перейдем. И вопрос такой. У кого-то три года назад, у кого-то два, у кого-то один. Вот этот переломный момент в жизни, что вы решили прийти в Институт международных отношений. Что случилось? Почему именно сюда выбрали? И ту специальность, на которой вы сейчас обучаетесь? Аня, давай с тебя начнем. Я сама из небольшого города, из Мордовии, из Иранска. Ну как это небольшой? Город, который принимал чемпионат мира по футболу. Ну да, но по сравнению с Казанией. Сам Криштиан Роналду там был. Да, конечно. Почему ИМО? Я всегда хотела заниматься международными отношениями, международной деятельностью. И, на самом деле, мой взгляд как-то сразу пал на этот институт. И я сразу, наверное, почувствовала, предвидела в будущем, что здесь все так будет. Во-первых, это крутая работа с абитуриентами, потому что уже в июне была создана беседа, когда нам рассказывали, что это, как это. Плюс у меня были хорошие баллы ЕГЭ. У меня было 3,64 из 400. Я смогла пройти на бюджет. Это тоже как бы был факт, что очень большое количество бюджетных мест, что ты можешь не платить за обучение. И, в принципе, вот вся работа, когда мне очень много рассказывали о Казани, о Казанском федеральном, об институте международных отношений, в частности. Поэтому мой выбор как-то сразу пал на данное направление. Любовь? Я поступала в ковидный год, как раз таки, когда вот эта вся доля на нас выпала. На самом деле, Казанский федеральный институт международных отношений был первым в списке, всегда рассматривался в первой списке. Во-первых, я приехала действительно из маленького города, в отличие от Ани. Я приехала из Крыма, из города Керчь. Из Крыма? Да. У соседей, получается, я вот из Краснодарского края. Да. Приехала из Крыма, и многие друзья мои, и знакомые, учители, ой, Люб, ты перепутала, там, крымский федеральный, казанский федеральный, что только фу, что это к фу. Вот. И в этот момент Бояна Роуз. Да. Да. Но, когда я в 11 классе, мы готовились к КГ, моя мама меня подтолкнула к выбору языков, потому что с детства изучаются языки, и я жила как билинг, поэтому к языкам у меня довольно хорошее отношение, хорошее с языками отношение, точнее. Вот. И мама подтолкнула меня к тому, чтобы выбрать институт, который будет направлен на отношения с языками, и я одновременно очень сильно хотела изучить китайский язык, мне это все было очень интересно, и до сих пор это очень интересно, плюс у меня хорошее знание с математикой, по математике были, и это все вот так вот в одну кучку вслепилось, в одну шарик такой, и вот выбор прям вот упал на ему, плюс я увидела прямые эфиры, как раз таки, об ему, изучила полностью всю группу института международных отношений, изучила все направления, которые там есть, и сказала, я хочу туда, там будет здорово, и я знаю, что вот там я смогу себя развить еще больше, чем вот я сейчас есть. Замечательно. Вадим? Ну, я начал наблюдать за деятельностью института международных отношений еще с 10 класса, и меня в первую очередь привлек актив, который проводится в рамках института, и я очень хотел найти себя в нем, попробовать реализовать что-то здесь, и как-то я даже не задумывался о поступлении в другие места, я просто поставил себе цель, что я хочу в институт международных отношений, хочу быть активистом, а направление я выбирал по принципу, вот эти предметы я знаю лучше. Вот, просто была цель поступить именно сюда. Хорошо, вот время уже прошло достаточно, не жалейте ли о том, что пришли сюда, или есть все-таки какие-то моменты, которые бы вы сами, например, улучшили бы в учебном плане? В учебном плане, вот, лично для меня вообще нет, потому что тот набор предметов, которые я сейчас изучаю, то есть это дипломация, это политология, это международная политическая коммуникация, это все направлено как раз-таки на развитие тех навыков, на которые мы поступили, и именно по учебному процессу мне всегда интересно ходить на семинары, лекции, я всегда узнаю, что это новое, плюс у нас очень крутые, квалифицированные преподаватели, очень многие выпускали тех, кто сейчас работает в МИДе, например, поэтому мне вот всегда интересно наша учебная деятельность. Я тоже ни капли вообще не разочарована и поменять бы я что-то не хотела, мое направление довольно-таки маленькое, как бы, но преподаватели на моей кафедре большие специалисты, люди, которые могут донести очень хорошо информацию, вот разжевать ее как надо, и вот с первого курса, как только я пришла на первую пару, я помню до сих пор это была пара по востоковедению, ведение востоковедения, я тогда поняла, боже, нет, все, я там, где я должна быть, вот, поэтому нет. Вадим, уже по традиции вопросы закроем на тебе. Вот за первый курс нет ли каких-то разочарований, то, что думал одно, получилось другое, чего ты ждал в учебном плане, а этого вот все нет и нет? Нет, на самом деле нет, я обучаюсь в направлении экономика, и все эти экономические процессы, как это устроено внутри компании, внутри страны, мне очень нравится это изучать, это близко к моему сердцу, у меня мама тоже работает в банке, это по ее специальности, я с детства наблюдал, как она считает, по таблицам смотрит, и как-то, я наблюдал со стороны, мне было интересно, и здесь то же самое. Так говорится, деньги любят счет, и там, где они есть, туда надо идти работать. Перейдем дальше, вот поиски, течению четырех лет учебы, что дальше? Куда пойдете работать? Есть ли какие-то контакты уже с работодателями, и может быть, ваши организации, которые вы возглавляете, как-то находят моменты для сотрудничества, где студенты могут стажироваться, как русскоязычные, так и иностранцы? Ну вот, как я упоминала, у нас очень много студентов, которые работают в МИДе, то есть, это не сложно, то есть, не только после МИДМО можно туда попасть, если действительно хотеть, то можно. Многие работают именно в сфере экономики и бизнеса в каких-то международных компаниях, но, кроме того, кстати, у нас есть карьерное направление, карьерный центр, и мы проводим маркеты-вакансии, где приглашаем как раз-таки специалистов, представителей, где можно познакомиться ближе к какой-то либо профессии, поэтому, в принципе, нет такой проблемы, что студент не находит того, где он хочет развиваться, но не идут по специальности, кто-то даже уйдет по документу обороту, работать в музее и так далее. Здесь зависит от человека больше, но, если посмотреть со стороны актива, мы даем ту фундаментальную базу работы с людьми, коммуникации, как представлять себя, как правильно написать резюме, и многие, то есть активисты, если мы берем, могут уйти в свою творческую деятельность, кто-то работать видеографом, фотографом и так далее, то есть здесь все зависит от человека и как он действительно захочет проявить себя после. Хорошо, пройдем дальше по вопросам, хотя нет, одно-то мы узнали сами, как думаете? Ну, я планирую поступать в магистратуру, тоже в МО, потом в аспирантуру, потом в аспирантуру, потом второе вышло и заново в МО. На самом деле, действительно собираюсь поступать в магистратуру на зарубежное регионоведение, тоже связанное с Китаем, вот, потому что не отпускает меня это все тема, действительно потом собираюсь идти в аспирантуру, я думаю, что хотелось бы найти место работы, место своей работы в университете, в институте, конечно же, вот, но поступают различные предложения, там, пойти помочь, поволонтерить, например, там, создать штаб волонтеров, там, генконсульство Китая, еще вот различные знакомства с консулами тоже дают такую очень неплохую платформу для дальнейшего развития, и не только для меня, но и для студентов, у нас ежемесячно происходит встреча с консулами, различными генконсулами, которые рассказывают о том, какие есть стажировки, как их пройти, и вот все в этом роде, поэтому студенты без работы у нас не останутся сто процентов. Вадим, куда пойдем деньги читать? Ну, в этом году, насколько я знаю, очень много компаний охотно брали к себе студентов на стажировки, особенно по моему направлению, и поэтому экономисты без работы не останутся. Хорошо, давайте немного о студенческой жизни, все уже знают, что завтра у нас подведение итогов студенческой весны, ждете? Очень, очень, очень. А мы до сих пор, наша съемочная группа, помним шутку, которая была еще в далеком 15-16 году, эконом-чемпион, извините, что за чемпионат как раз в театре от вашей жизни вот это было. О культурной жизни давайте поговорим, какие коллективы есть, как ребятам туда попасть. В творчестве довольно много, если мы берем танцы, то это представитель коллектив Cyphers, это у вас какое большее направление как происходит? Хип-хоп-эксперименты. Хип-хоп-эксперименты. Это маршмеллоу, это уже более пронеженность, такое летящее что-то. Также есть Fenty, хип-хоп, очень известный коллектив Кафу и вообще в принципе республики. Конечно же, это называли коллектив Shark, народники, которые всегда ярко показывают культуру других стран. Например, в этом году у нас будет таджисский танец. То есть в танцах вот какое направление хочешь по душе бесплатно занимайся, тренируйся, показывай себя. Наши коллективы представляются не только на кафушном уровне, но и на республиканском, всероссийском. Творчество, если мы берем вокал, вокал это, например, сигнал юг, это как раз таки для тех, кто любит играть на барабанах, скрипке и так далее, это такой вот синтез номер, мы обычно с ними делаем. Конечно же, это хор и бо, это огромное количество людей на сцене уникса, которые занимают полностью и просто так пенят и сидишь и так смотрят, что думаешь, ну как же так люди могут петь. И что еще? Как раз таки это театр, это художественное слово. Ребята, которые театралы и хотят проявить себя, они как раз таки ставят уже свои номера. Здесь мы не ограничиваем творчество. Если кто-то хочет чем-то заниматься, мы всегда открыты к новым предложениям. Даже если вы декораторы, они всегда нужны. Шедевральные декорации на сцене уникса, это тоже работа студентов. Все своими руками делаем. Поэтому мы всегда готовы даже открыть у новых коллективов, если это студенты хотят. Поэтому даже если не профессиональный танцор, не профессиональный певец, вы всегда можете прийти попробовать себя. Если вам это понравится, мы всегда с радостью ждем новых ребят. Замечательно. По спорту тоже интересный вопрос. Мы прекрасно знаем такого человека, который у нас студент года Республики Татарстан в этом году, Никита Лихачев, который по своим заявлениям не собирается уходить из Казанского федерального университета до того момента, пока ему не возьмет кубок КФУ по мини-футболу. Вот остальные дела как у нас со спортом? Надеюсь, да. Со спортом все замечательно. Все прекрасно со спортом. У нас есть многие направления. Особенно это волейбол, баскетбол и футбол. Мини-футбол. Что здесь сказать? Мы выиграли Спортодиаду КФУ в прошлом году. Здесь тоже даже для любителей профессионалов больше ребята вот как раз такие тренировки каждую неделю они проводятся. Мы арендуем залы, ребята занимаются. То есть у нас есть своя форма. То есть все как нужно. По спорту даже не знаю, что добавить. Просто это все очень круто, очень организованно. Мы всегда придумываем что-то новое. Например, скоро у нас будет не велопрокат, а электропрокат. Мы будем на неделе его сделаем что через набережную, будем кататься на электросамокатах. То есть здесь мы всегда тоже ищем что-то новое. Как раз наш спортор Андрей Шишов он очень круто выполняет свою работу в плане организации. Что у ребят всегда есть возможность тренироваться и всегда показывать хорошие места. Но кубок конечно мы желаем забрать. Посмотрим как пойдет в следующем сегодня. Если никто не хочет чтобы Никита Лихачев уходил, то в принципе мы придержим. Хорошо. Пойдем дальше. Времени у нас на эфир осталось не так уж много. Если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, то все-таки поправьте. На должности профорга ранее у нас был Руфат Киямов. Был. Был такой человек, сейчас нынешний президент Лиги студентов. Вот скажи пожалуйста как ты Ань стала профоргом и не собираешься ли ты повторить путь Руфата? Ну кто знает что будет в будущем. Поэтому ой на самом деле такая сильная ситуация для меня. Потому что на втором курсе стать профоргом это редко бывает. Только Руфат наверное так становилась на втором курсе. Это тяжело с одной стороны, но с другой стороны это колоссальный профит. И когда Степа Раков экс-профорг до меня сказал мне я ухожу не хочешь ли ты попробовать? Я загорелась этой идеей и поняла что действительно этого хочу. Здесь большой путь наставничества я на связи всегда и с Руфатом и с Ильей и со Степой потому что есть очень много моментов которые нужно быстро понимать чтобы все сохранилось целым так скажем. Но конечно были еще кандидаты и здесь не было такого что вот мы сказали что это человек будет у нас были выборы и то есть много кто хотел. Сложный путь тернистый и он у меня только начинается я считаю что такой полный путь профоргства я не скоро закончу так скажем потому что у меня еще много времени студенческого но здесь нужно пройти вот я считаю от студенческой весны до дня первокурсника вот этот год чтобы ощутить полную такую профоргскую жизнь как я ее называю потому что я например всегда нахожусь в нашем любимом институте всегда в своем кабинете и то есть здесь как раз таки такая полноценная работа уже свой кабинет ну наш кабинет просто обычно я сижу поэтому вот Люба с Вадимом обычно приходит только мы и приходим обычно хорошо ключевые вопросы остались почему стоит выбирать ИМО на доступ международных отношений потому что это самый лучший институт жиденько сейчас было сказано про форг наруга это потому что это самый лучший институт это это наша фирменная кричалка но еще есть кричалка лучшие люди в нашем институте она появилась совсем недавно потому что мы семья и каждый человек вот он делает ИМО поэтому он самый лучший потому что к нам поступают лучшие люди вот один из ликтов скажешь ну как я выбирал ИМО я увидел актив который здесь проходит и мне показалось что будучи студентами тут все делается на уровне профессионалов работа которая проводится даже по работе с абитуриентами выполняется в лучших так сказать моментах я не знаю как это по другому официально лучших традициях потому что работают с каждым абитуриентом каждому объясняют каждого наставляют и просто не остается другого выбора как поступать туда просто очень приятное послевкусие после того как подаешь документы и ждешь результата да то есть у нас уже беседы с абитуриентами и мы вот прям Маша особенно всегда с ними на контакте то есть мы уже как бы принимаем нашу семью новых людей замечательно времени эфира остается все меньше и меньше последний вопрос как некоторые говорят последний не стоит говорить крайний вопрос на сегодня какой бы совет вы дали абитуриентам вот как раз таки можете сейчас к ним напрямую обратиться не бойтесь делайте то что вы действительно любите и никогда не противоречься себе вот если вы хотите что-то это обязательно нужно делать и все ваши мечты обязательно воплотятся в жизнь особенно если вы поступите в ум никогда не переживайте ЕГЭ это не страшно настолько страшно как вы считаете вы действительно справитесь и таких активных заряженных ребят мы сто процентов будешь дать у себя вот нашей семье ему наверное как первокурсник у которого ЕГЭ было буквально меньше года назад не бойтесь ЕГЭ это лишь ступенька перед самым интересным этапом вашей жизни в таких замечательных словах мы подводим черту под нашим эфиром ребята большое спасибо что нашли время к нам прийти сейчас понимаю то что оправдываем наше название KFU Life говорим не только о вступительных испытаниях не только о учебных планах но а также о жизни в Казанском федеральном университете сегодня у нас такой более внутренний эфир все-таки получился так что уважаемые абитуриенты если хотите проникнуться всем тем что сейчас ребята рассказали то стоит наверное поступать и стоит с вами связаться кстати где можно с вами связаться вот еще один вопрос хороший очень вопрос важный это все социальные сети например группа вконтакте институт международных отношений он у вас сразу выйдет там есть основная информация это конечно же ask.mo где вы можете узнать информацию именно о поступлении о бюджетных местах и так далее телеграм-канал тот самый институт там у нас тоже такая более внутриковая жизнь как раз съемки с мероприятий и наши социальные сети меня можете найти меня зовут Аня Баранова так и везде записано всегда можете писать в группе вконтакте есть ссылки на всех руководителей направлений поэтому нас несложно найти слушай благодарю вас еще раз за то что пришли к нам на эфир еще обязательно увидимся зовите преподавателей с ними тоже пообщаемся до приемной комиссии вроде бы много еще времени но на самом деле мало Вадим может подтвердить как раз таки год еще не закончился понимает то что уже как бы и новые сейчас придут как же время быстро летит еще раз благодарю то что пришли спасибо большое это был КФО Лайф для Института международных отношений еще увидимся с вами друзья до скорых встреч счастливо